...второго года, и чтобы мы отчитались, что мы стали заниматься патриотизмом... Это всё только для отчёта. Вот говорят, что ребёнку, вот может быть, ребёнку же отец оторван ногой на фронте, и не сможет он ни машину водить, ничего. И для этого сейчас говорят это, баночки собирайте, чиновнички. Баночки собирайте, говорит, и свечки делайте, видите ли. Здесь либо от сердца нужно что-то делать... Правильно, говорит мужик, слушайте вот. Либо не делать вообще, ну правда, лучше не делать вообще какие-то вещи. Я в этом абсолютно убеждён. Поэтому вот эта история, которая получила вот всероссийскую известность, действительно, мне написали люди со всей страны. От Владивостока до Калининграда люди делают эти свечи, наверное, они нужны, я не знаю. Я-то в военных фильмах видел вот эту вот ирзу снарядную, которая служила этой самой окопной свечой. Ну хорошо, теперь можно делать из профин, слава богу. Но с детьми это так не работает. С детьми это так не работает. И ещё одна вещь, тоже очень спорная, и тоже про которую нужно разговаривать. Значит, наш министерство образования, ну те, кто, которые школами командуют, уже отчиталось, что прям с сентября они в учебнике истории включат раздел об СВО. А мне интересно, а там что будет написано? Что будет написано в этом учебнике вот сейчас? О чём? О том, что мы взяли стратегический город Солидар? Или про Херсон там будет что-то написано? Сомневаюсь. В 42-м году или в 43-м выбирайте на свой вкус. Дальше Сталин не давал поручения немедленно переписать учебники истории. Учебники истории писались, и в них появилась глава о победе советского народа в Великой Отечественной войне после 9 мая 1945 года. Появилась понятная глава под названием «Великая Отечественная война. Победа советского народа в Великой Отечественной войне». Вот мне кажется, в этот момент учёные-историки должны сесть в каком-то переделкино, в условном, хотя переделкино давно уже застроили многоэтажками, должны сесть и написать главу про специальную военную операцию, или к тому времени она, наверное, будет называться как-то по-другому. Я надеюсь на это. И там будет написано про нашу победу. А вот сейчас бежать впереди паровоза, размахивая флагом, просто для того, чтобы отчитаться. Отчитаться, вот, всеначальнички все эти. Ну, как минимум немножко странно. Чиновнички. Необъяснимо. В книжки хотят ввести. Разделы бы слова с 1 сентября. И мы-то здесь рефлексируем, думаем, как нам заниматься темой патриотизма, так, чтобы и начальству понравиться. Во-во. А я не сомневаюсь в том, что люди хотят сделать дело. И начальству понравится. Вот у нас все только начальству пытаются понравиться. За денежку. Отмыть. Показать работу свою. Гнилую. А вот агентативная сторона не рефлексирует. У ней нет таких ограничений, чтобы не понравиться и добиться результата. Да. А результата нет. У этих хренов. Деньги отмывают. Я не могу за украинскими роликами. То, что ТикТок запретил подгрузку роликов из России, это скорее для нас минус, чем плюс. Потому что политические украинцы этих ограничений не умеют и грузят все, что надо. Из города Лондона. Навальнисты грузят все, что надо. В социальных сетях других, в том числе и работающих на территории России, российских социальных сетях, контролируемых прямо или косвенно российским государством, тиражируется невероятное количество враждебной информацией, враждебных, простите за слово, нарративов. Во всем похрен. Ну а закройте тогда эти паблики-то? Зачем? Группу зачем? Закройте? Вконтакте-то. Дерьмо это. Это же все знают, все ждинуши все, клоуны. Да то только мог по карманам шарить и гнобить людей на проходной. Да, не запрещают. А то у нас на работе вам все запрещают. То нельзя, а это нельзя. Херней занимаются, а вон хохлы вон весь это засрали. Вконтакте, блин. Они это делают и забывают опять. На прошлой неделе вы же, возможно, видели новость о том, что в России запретили сайты, сайты ЦРУ и ФБР. Серьезно.